Министерство регионального развития России предложило обязать застройщиков создавать инфраструктуру микрорайонов, которые они возводят. В последние годы власти не могут полноценно справляться с этой задачей, прежде всего из-за нехватки денег. Строительное сообщество Красноярска поддерживает эту инициативу, но считает, что должны быть продуманы все механизмы частного государственного партнерства. Наталья Истомина с подробностями. Создание инфраструктуры социальной, транспортной и коммунальной, то, что всегда было обязанностью государства, может стать прерогативой строительных компаний. Министерство регионального развития России подготовило соответствующие поправки в градостроительный кодекс. Предполагается, что региональные и муниципальные власти смогут возложить на строительные компании дополнительные обязанности по возведению объектов общественного назначения. Причем строить они должны будут исключительно за свой счет. В последние годы власти субъектов не успевают обеспечивать новые микрорайоны инфраструктурой, прежде всего из-за отсутствия денег в бюджетах. Именно по этой причине решено привлечь бизнесменов. О чем это ведется речь? Что на сегодняшний момент, когда земельный участок будет реализовываться в целях комплексного освоения, когда участок приобретается, что муниципалитет, как собственник этого земельного участка, вправе в конкурсной документации прописать дополнительные обязательства, которые должен произвести застройщик при освоении данного земельного участка. Это пока инициатива. Но в любом случае какой-то дополнительный источник для реализации возложенных полномочий муниципалитету безусловно нужен. В Красноярске большинство застройщиков уже давно сами обустраивают инфраструктуру, подводят коммуникации и прокладывают дороги к своим микрорайонам. Многие идут дальше, строят скверы и даже благоустраивают набережные. Все это за свой счет. Бизнесмены понимают, что это позволяет повысить привлекательность жилья. Мы понимаем, что частично где-то это касается и инженерной инфраструктуры, и мы приводим просто под существующий факт, подводим законодательную базу на самом деле. Потому что зачастую застройщики, они сами вкладывают, что-то строят, потом никто не понимает, на чей баланс должна попасть та или иная сеть или тот или иной объект именно инфраструктуры, инженерной, транспортной, неважно. Специалисты уверены, строить общественные объекты за свой счет смогут далеко не все, а тот, кто все же возьмется, будет закладывать расходы в стоимость квадратного метра. Деньги ниоткуда не возникают. Дороги у нас очень дорогое удовольствие. На мой взгляд, это было бы выгоднее совместить, как говорят часто, государственно-частный бизнес совместить. Если бы это все финансировало, скажем так, государство, а выполнялось все это нами, было бы гораздо удобнее для всех, не выросла бы стоимость квадратного метра жилья. Эксперты считают, что необходимо четко продумывать механизмы взаимодействия между властями и бизнесменами. Должны быть не только обязанности, но и права. К примеру, застройщик покупает землю по заниженной цене, но взамен обеспечивает необходимую инфраструктуру. Здесь важны уступки уверенной бизнесмены. Это честный механизм. А то получается забавная ситуация, но застройщик платит за все. Покупай участок раз. Два, участок этот, как правило, не обеспечен должным образом инфраструктурой. Плюс еще, он его купил, честно, он платит за него, за это платит. Еще давайте платить за садики и школы. В законопроекте предполагается, что создавать инфраструктуру за свой счет бизнесмены будут лишь в масштабах микрорайонов. Отдельных домов это не коснется. При этом строящихся жилых массивов в Красноярске сейчас можно посчитать по пальцам одной руки. Специалисты не исключают, что новая инициатива Министерства регионального развития России может обернуться для строительных компаний очередной головной болью. Но в конечном итоге финансовая нагрузка ляжет на плечи потребителей. Квартиры станут дороже, но вполне возможно, что мы получим более развитую инфраструктуру. Я предлагаю обсудить эту тему на нашем сайте Афонтова.ру. Если у вас есть новости, звоните лично мне, мой телефон 29 29 115. Наталья Истомина, Михаил Ткачук, Афонтова новости.